Здравствуйте, Шавотов и Гутевох! У нас Мишли, 102-й урок, и мы находимся в 13-й главе. Четвёртое предложение. Зачитываем. Душа ленивого желает, и ничего нет. Душа прилежных потучнеет. Такое тучная душа я до конца не знаю, но попытаемся посмотреть, как это написано на иврите, может быть, немножко мы поймём. То есть, когда человек митаэв, то есть он что-то очень страстно хочет и желает, и этого нету, то это то, что связано с душой человека, который ленивый. Хочется, а нету. Но человек, который харуц, душа человека, который харуц, харуц – это прилежный, обратное слово ленивому, зариск, я не знаю, как это перевести. Который быстро всё делает. Торосторопный человек, вот. Она станет дэшен… Действительно, слово дэшен переводится на русский язык как «тучная». То есть, пополнеет, она получит то, что ей надо. Посмотрим. Такое предложение не очень понятное, что имеется в виду, потому что в русском языке, да и на самом деле в еврейском языке, тоже не очень слово… К душе подходит слово «тучная душа». Душа – это что-то такое всё-таки более, менее материальное, я бы сказал. Так вот, говорит Шлом Амеллах, объясняет Мальбе. Когда есть таива и нету, то душа человека ленится. Эц, лень. Это, наоборот, понятие харуц. Наоборот, понятие харуц и зарис – это одно и то же. Зарис – это тот, который что-то делает, всё делает спешно. Что он делает? Ну, он объясняет немножко. Он делает работу, бы зарезут в их рецут. Быстро и хорошо. И вот человек, который ленивый, он не хочет трудиться и делать какую-то работу, не скажи, что у него нету желания. Желание у него есть – приобрести результат. На самом деле его душа жутко хочет, и больше, чем у остальных людей. Она просто стремится к результату. Но таива у него настолько сильная, что когда у него нету возможности восполнить эту таиву, но только его руки и ноги и все остальные органы тела слушают эту душу, чтобы выполнить своё желание таким образом, что его органы тела, они не согласны с его душой, которая желает этого. Потому что бывает ситуация такая, может быть, мне, например, она хорошо знакома. Когда душа хочет выполнить какую-то митцу, а вот тело хочет находиться в состоянии покоя. И в такой ситуации это умертвляет душу человека. И это то, о чём сказано, что таива, которая находится у подобных людей, она, в принципе, не заставляет действовать. Есть понятие хэмда и таива. Гаон очень много уделил внимания этим двум понятиям. Таива – это получение удовольствия, мечта получения удовольствия. Хэмда – это стремление. Разница между ними в том, что хэмда не даёт человеку сидеть на месте. Хэмда от него требует каких-то действий. Он не может просто остаться сидячим. Он будет бегать и стремиться восполнить тех и сранод, которые у него есть. Он хмэд. Он нуждается в этом. Он желает. Нарушает заповедь, не вожелай, может быть. Но он требует что-то. Таива – это такое вот качество совсем, я хотел сказать, совсем непонятное, но подумал, что оно достаточно известное и понятное. Когда человек может так вот неделями сидеть и мечтать о чём-то. Типа Манилова в «Мёртвых душах». Ему ничего не надо делать. Таива – это самодостаточная вещь. Ему очень хочется. Он очень об этом мечтает. Но чтобы для этого поднять одно место и сделать какие-то действия, это нет. Потому что это вступает в противоречие с понятиями лени, которые есть у его тела. Так вот, подобная Таива, как второго человека, нет, она делает вред душе дополнительной. Кроме того, что не надо, Таива – это плохое качество. Кроме этого, когда человек ленится, а душа хочет, то это вредит человеческой душе. Тут у нас недавно был такой случай, что мне подошёл какой-то человек из Ешивы, Талдот и Ширун. Они сделали внутри Ешивы, в сайте Талдот и Ширун, под сайт Ешивы, что-то я не знаю точно, что. В основном в Фейсбуке. И там Бахурим пишет некоторые мысли, которые, по идее, должны быть не их мыслями, они вычитывают что-то и помещают туда какие-то высказывания. И как бы на самом деле всё правильно. Переводят дословные высказывания, всеверные. И один из Бахурим подошёл и сказал, что он на этом сайте прочитал фразу и хочет, чтобы я ему объяснил, что вообще-то в общих чертах значит. Фраза, которая действительно из Геморьёма, всё правильно. Но приведённая вот в этой форме, она немножко странно звучит, хотя она переведена близко к тексту. «Ерре Авейра кашимми Авейра». Раздумья мечты об Авейре более тяжёлые, чем сама Авейра. Он говорит, как может быть человек, который только хочет сделать Авейра, но не делает его, удержался, как это может быть тяжелее, чем сама Авейра. Я ему предложил, давай мы пойдём по пути совершенно такому неадекватному. Возьмём, откроем эту Геморру в Йоми и посмотрим, что пишет один комментарий. Раша, больше не будем смотреть, достаточно. Мы открыли и посмотрели. Там написано, что когда человек думает о конкретной Авейре, Авейру знута, прелебодеяния, он раздумывает на этом, но не совершает её. Для его тела, поскольку мысли делают так, что тело страдает от этого, это более тяжело, чем когда он делает сама Авейру. И подчёркивает Маарша, что не имеется в виду, Маарша на Раше, он объясняет Раше, не имеется в виду, что это более хамурно, чем Авейра. Понятно, что мысли сделать преступление могут быть более тяжёлые, чем преступление. Понятно, что наказание за преступление есть, а за мысли нет наказания. Но телу это вредит больше, чем вредит мысль. А мысль вредит больше, чем сама Авейра. Здесь говорит он, в Шломамелах, примерно ту же мысль. Он говорит, что когда человек ленивый, которому тяжело пойти даже за собственной Таевой, поэтому он мечтает об этом, но не выполняет это, это вредит его душе и превращает душу в состояние такой лени. Она беднеет, обедневает душу, она худеет, сама духовность души исчезает. И обратная ситуация. Люди, которые хоруцим, люди, которые зарезим, которые всё делают быстро, несмотря на то, что они устают, их тело устает от работы, которую они делают, но душа их от этого обогащается, потому что у них есть всё, что они хотят. У них есть мечты, и они реализуют эти мечты. Я не имею в виду сейчас мечты какой-то гнусности, я имею в виду нормальные, хорошие мечты, средние хотя бы. То, по крайней мере, их душа, она есть в некой ревах, они получают то, что они хотят. Это плюс, который они получают. Теперь, говорит Рамбов, уйдём от Машали, от примера, и поговорим о Нимшале, о том, о чём хочет нам сказать Шламамелла. Человек, который ленится заниматься мудростью Торы, его духовная сущность души, она стремится к Торе, она всё равно хочет получить Тору. Понятно, любая душа рождается с желанием выучить всё Тору и сделать семицуот, это и есть как бы работа этой души. Но она не может этого сделать из-за лени, которая есть у человека. И она умирает от вечной жизни. Без того, чтобы душа достигла этой духовности, она не смогла поднять тело на этот уровень, из-за того, что тело слишком ленивое. Поэтому получается то, что получается. Но человек, который родился с телом, который зариск, оруц, и он очень устает от работы, от жизни, надо много делать, тяжело. Но, тем не менее, духовные силы его души, они растут и становятся всё большими и большими. И это то, от чего душа будет питаться в Ганедане от тех митцвот, которые она сделала. Так объясняет Мальбин. В книжке Дерри Гошем Рамхаля. Рамхаль начинает её тем, что для чего вообще существует всё это творение мира, и зачем Всевышний затеял всю эту петрушку с творением мира, наградами, Алла Мазе, Алла Маба и так далее. И говорит о том, что существует такое понятие, которое называется «человек». Я не приготовил Дерри Гошем, поэтому буду по памяти говорить. Существует понятие, которое называется «адам». Такая вот брия неожиданная, которую сделал Всевышний. Брия, которая является венцом творения, которая создана для того, чтобы находиться в постоянном состоянии, которое называется «милхама» – война. Война между сейхалем, то есть душой, разум называет Рамхаль душой, и хумриютом, материальностью этого мира. Тело, оно является сугубо материальным. И постоянное состояние войны между материей и сознанием, я не знаю, как это лучше высказаться на русском языке, все слова не подходят, Рамхаль употребляет слово «сейхаль». Между разумом и материей – это постоянная война, которая находится внутри человека. Это и есть свобода выбора, которая есть у человека. Что мне выбрать – телесное или материальное? Понятно, что лень – это не единственное качество, которое есть у тела, но такое существенное качество я могу засвидетельствовать. Работает оно хорошо, это качество у человека. Так вот, война, которая происходит между ними – это та милхама, которая ведется все это время. Как бы история, чем это кончится, она предопределена, поскольку ситро-охра – дурное начало, оно посажено на цепочку, есть определенная длина цепи, поэтому тело не сможет выиграть эту битву. Но, тем не менее, какие-то мини-сражения или макро-сражения, которые есть до достижения понятия «хья за мейсим» – восстановление из мертвых, оживление из мертвых, до этого времени, очень многие люди очень многое могут проиграть, но целиком проигранной эта война не будет. И она достигнет состояния, которое называется «шалом» – шлеймут – целостность, которая когда-то произойдет. Но я хочу вернуться немножко, два слова сказать. У нас, правда, Пейсах еще не очень скоро, но, тем не менее, несколько слов о Пейсахе я бы хотел сказать. В Пейсахе заповедь кушать мацу. Слово маца происходит от слова… Корень этого слова встречается в Торе, когда Маширабейну выходит из дворца фараона и видит, как дерутся два человека, два еврея. Вейнацу анашим. Инацу – это маца. Слово маца – это драка. Слово хлеб – лехем – это слово милхама – война. Чем отличается война от драки? Не масштабом, потому что драка может быть очень большая, война может быть очень маленькая, но есть разница между дракой и войной. Разница состоит в том, что драка – это когда две группы, два человека, две страны, не имеет значения кто, встречаются, чтобы набить друг другу морды и разойтись, отделиться. Драка имеет цель, чтобы ты ко мне не приставал, чтобы ты от меня ушел. Война – это обратное. Это подчинить, объединиться и подчинить себе. Это разница между этими двумя понятиями. Это разница между понятиями мацы и понятиями лехем. Я уже говорил один раз на эту тему здесь, по-моему, перед Шивот, но, тем не менее, поскольку Мальбим ввел нас в эту сугью, мне кажется, что здесь нужно напомнить этот иньян. Так вот, что такое милхама, которая есть между Ецарготов и Ецаргара, между Сейхелем и между материей, которая есть между телом человека и его разумом? Это не драка, потому что ни тело, ни разум не хотят разойтись друг от друга, как в море кораблей. Каждый из них хоть хочет подчинить себе второго. И как мы знаем от этого нового еврея, по имени Карла Маркса, что он считал, что бытие определяет сознание. И это классический вариант того, это мог, конечно, только еврей такое сказать, так, чтобы это вошло в весь мир, классический вариант работы Ситрохра, работы Ецаргары. Когда ровно наоборот тому, что хочет Тора, хочет от нас Всевышний, чтобы сознание, разум человека полностью победило тело. И тело выполняло только те функции, которые требует от него душа, то есть разум, поскольку душа руководит через разум над телом. Когда приходит человек и говорит, что на самом деле происходит то, что бытие определяет сознание, и самое страшное в этой истории, что он наполовину прав, что так мы и живем во многом. Это самое неприятное во всей этой истории, которую он выдумывал и рассказал. Нормальное состояние этой войны, война должна кончиться тем, что сознание, то есть разум, полностью подчинит материю. Говорит здесь Шламу Амеллах, что бывает человек, у которого есть тайва. Мальбин объясняет, что в Нимшале, то для чего это сказано, чтобы описать нам, что тайва, которая есть, это душевная таава, стремление, мечты души, которая состоит в том, что человек, душа его стремится выполнить все, что надо выполнить, выучить все, что надо выучить, исправить все, что надо исправить и так далее, и так далее. И то, что ей мешает, ей мешает тело. Когда душа не может заставить тело, не может победить в этой войне, потому что тело очень сильное, потому что душа недостаточно сильная, потому что и то, и другое, я не знаю, какие причины и как они срабатывают, то в этой ситуации эта душа, она проигрывает этот бой. Полностью проиграть она не проиграет. Но она проигрывает его настолько, что сама душа, она худеет. Она становится меньшей в объёме, в понимании, во всём, что нужно. И она становится такой, что она не в состоянии исполнить то, для чего она предназначена. Но человек, который достиг понимания того, что такое зарезут, сейчас поговорим несколько слов буквально на эту тему, когда он сделал так, что его тело вкалывает и работает только на одну тему – спешить в исполнение желания Творца, то в этой ситуации человек выходит на совершенно другой уровень, и его душа, она богатеет, она становится более широкая. В терминах, которые выбрал Шлома Амеллах, она тучнеет. Я не знаю, как это лучше сказать по-русски, чем русский перевод. Она богатеет, она становится совершенно другой. И таким образом она достигает той цели, для которой она была спущена в этот мир. Теперь несколько слов о понимании того, что такое зарезут. Все, наверное, слышали, знают, читали, или почти все, что есть такая книга Рамхали, которая называется «Месилат и Шарим». Эта книга построена по форме объяснения барайты Раби Пинха с Бен Иира в Геморе, которая говорит о том, что есть несколько качеств, и как человек должен с одной ступеньки подниматься на другую и подниматься до самой верхней ступени, которая называется к Душе, святость. И эта ступень приведет человека, который дошел до этой святости, до Тхиаза Мэйсинг, вставания из мертвых, оживления из мертвых. Потому что человек, который дошел до уровня к Душе, он доходит до такого уровня, что его душа выполняет функцию полностью. Но он пишет, что Тора приводит к Згеруту, Згерут приводит к Зарезуту. Вот эти три слова нам надо немножко обсудить. Я не взял с собой «Месилат и Шарима» и думаю, что здесь нет. Два слова я и так могу сказать. Не обязательно, Ария, мамыш. Он хочет сказать, что человек, который изучает Тору, Тора воздействует на разум человека таким образом, что этот разум начинает требовать от самого себя, чтобы я стал Торой. В тот момент, когда Тора становится мной, а я становлюсь Торой, когда Тора становится пхенадат человека, мы уже говорили, что даат – это хибура, это соединение. Человек находится в Торе настолько, он соединен с ней настолько, что он единое целое, и он просто физиологически не может сделать, то-то, что не является Торой. Анти-Тора он провести не может физически. Этот человек начинает приходить, воспитывать свои медот, и первое, с чем он сталкивается, это с понятием «згерут». «Згерут» – это очень грубо, очень приближенно. Это понимание того, что я должен каждую секунду думать о том, не будет ли какое-то из моих действий каким-либо маленьким, минимальным нарушением Тора или не приведёт ли оно к следующему действию, которое приведёт к нарушению Торы. Человек, который занимается «згерутом», он постоянно находится в состоянии «можно-нельзя». Он всё время, он не может просто физически перестать думать, а вдруг это нельзя. Это состояние «згерута». Дальше Матилат Гешилим подробно описывает, как можно ликнот меда от «згерут», какие киньи ним есть и как это можно делать, суть которых сводится к тому, что надо постоянно, просто логотмит, сделать себя постоянно думающим на эту тему. Это работа и это меду, который, в общем-то, может приобрести каждый, кто уже приобрёл Тору, всего-навсего, но это меда, которая самая низкая из всех медот, которая реально доступна каждому человеку. «Згерут» приводит к следующей меде. Как мы знаем, существует два вида медсвот. Медсвот «не делай» и медсвот «делай». Давид Амеллах в Салме пишет «Сур-мира-ва-асе-тоф». «Вначале устранись от зла, а потом делай добро». «Асе-тоф» – это медсвот «асе», медсвы «делай». «Сур-мира» – это медсвот «лота-асе». Человек для того, чтобы выйти в состояние, когда он выполняет медсвот «асе», он должен вначале пройти через вот это качество «згерута», когда он боится нарушить какой-нибудь кусочек торы, не дай бог, и бежит от любого нарушения, как от огня. После того, как он дошел до этого уровня, он должен и может выйти на тот же самый уровень, но в медсвот «асе», в медсвот «делай». Этот уровень называется «зарезут». Когда человек боится потерять мгновение своей жизни, которое он мог бы потратить на заповедь «делай», он знает, что он не нарушает сейчас заповедь «не делай», но он боится мгновение своей жизни потратить на что-то, кроме заповеди. Не на запрещенные вещи, я имею в виду на разрешенные вещи. Человек, который употребляет всю свою, буквально, дыхание своей жизни, всё, что у него есть, для того, чтобы успеть сделать какие-то медсвоты. Понятно, что понятие «зарезут» – это на русском есть слово «антоним», антоним – слово «лень». «Зарезут» – спешка в исполнении медсвот. Это ровно обратное понятие «лень». Единственное, что внутри этого «зарезута» есть проблема, когда некоторые люди не «зарезим», а «позизим». Я не знаю, как это на русском сказать, будет на русском, наверное, тот же перевод. «Позиз» и «зариз» – это тот, который быстро и хорошо делает. Это проворный, а «позиз» – это торопливый. Торопливый. По-моему, это одно и то же, проворный и торопливый, нет? Нет? Окей, я поверю. Так вот, когда человек торопливый, имеется в виду, что он не даёт себе труда подумать о том, что надо сделать это действие или нет, он торопится его сделать, потому что первая его мысль будет, что это нормально, это правильно, вот давай сразу же. А потом оказывается, что вот именно это действие можно было бы и не делать, как мы немножко уже обсуждали, что, может быть, какой-то анекдот мне надо рассказывать, просто что-то мне надо говорить. Тем более, может быть, очень многое не надо делать из того, что мне приходит в голову, что это хорошее действие. Так вот, когда человек «позизуд» надо убрать, человек должен вначале подумать, но после того, как он понял, что это правильно и надо делать, то он должен быть «зариз», он должен это делать со спешкой, постоянно находиться в состоянии, я не знаю, как это сказать на русском языке, на иврите есть такое слово «балахац», он должен быть лохусом, он должен постоянно в напряжении находиться, стараться всё время успеть что-то сделать. – Боевой готовности? – Нет. – Боевая готовность? – Нет. Это «мамошь» противоположность слову «ацлан». Ацлан – это человек, который ленится что-то делать, он как бы и понимает, что неплохо сделать. И будильник уже позвонил, и понятно, что в шахре всего через 10 минут уже надо встать. Но, с другой стороны, так хорошо, тепло под одеялом или какая-то другая мысль. Это очень такое, я думаю, что качество, с которым знакомы абсолютно все, поэтому его не надо долго обсуждать. Может быть, для разных людей нужны разные примеры по качеству, но качество известное. Поэтому душа, которая не смогла сделать так, чтобы тело приобрело вот это вот понятие «заризута», эта душа проигрывает эту борьбу, говорит Шлома Амеллах, и в результате она вынуждена подчиниться телу, и как душа, она становится худенькой, в то время как тело становится толстеньким. И обратная ситуация. Душа, которая смогла добиться результата, то есть победила в этой войне. Понятно, что победила в войне, это означает, что она подчинила себе тело. И тело достигло состояния «заризута». Я не говорю сейчас про более высокие степени, Шлома Амеллах сейчас говорит именно про это. То тело, которое получило «заризут», вышло на этот уровень, то тогда душа, она становится более полной, более объёмной, более цельной. Она выходит на совершенно иной уровень в качестве души. Это то, что имеет в виду Шлома Амеллах, так как его объясняет товарищ Мальбин. Быть на взводе. Быть на взводе. Классно. Да, похоже на то. Быть на взводе. У меня постоянно некоторые конфликты с детьми по этому поводу. Когда я говорю перед шабатом, что надо что-то быстренько сделать, то в ответ у меня всегда одно и то же. Аба Блилахас. Спокойно. Блилахас. И объяснить, что Блилахас нельзя жить, никак невозможно. Невозможно. Я где-то, даже не то, что я сдаюсь, я продолжаю, но я отдаю себе отчёт, что всё равно ничего не выигрываю. Окей. Теперь посмотрим. Хагро очень коротко объясняет этот пасук. И он говорит. «Ми таава эйн навшоа цель». Имеется в виду, что человек, который отслан, человек, который ленится от своей таевы, «но эйн мамаш бы таава то, кело и си кафилу хэвцов рацану». То есть, он не желает таавы, то он не достигнет даже того, что он действительно хочет. И нет у него таевы. Хагро идет по другому пути. Человек, которого нету никаких того. Ему просто ничего не нужно. Я думаю, что тоже встречали. То есть, нужно настолько мало, что как бы никаких досогод нет, не хочет достичь чего-то того-то, того-то и того-то. Всё хорошо. В принципе, так вот нормально. Если Манилов, он постоянно сидел и мечтал, то есть те, которые постоянно находятся обломов. Другой герой наших русских литератур, я извиняюсь. И тем не менее, на этих примерах очень легко что-то понять. Поэтому вот такое состояние, когда ничего не нужно. Всё и так хорошо. Никаких даже мечты никакой нет. Сегодня мне кто-то из Бахурим рассказал анекдот, что тётеньку спросили, о чём ты мечтаешь? У тебя есть какая-то мечта? Она говорит, да, есть. Какая? Похудеть. Ну, так чего ж ты не садишься на диету и не худеешь? Что, я останусь вообще без мечты? Это же невозможно так. Вот есть люди, у которых никакой мечты нет. Им всё устраивает. Об этом говорит Гагрош, что об этом говорит этот посуд. Человек, которого таева, нет у него. Его душа ленится даже чего-то захотеть. Но человек, душа которого хруца, человек, душа которого спешит, то есть зарезим, те, которые находятся в лахаться, в спешке, как вы сказали, не боевая готовность, а? На взводе, на взводе, то они не только достигают своего желания, но они также их, сама их сущность, сущность этой души, она становится более цельной, она становится более полной. Так объясняет Агро этот посуд. И внутри объяснения Агро, мне так кажется, что можно сказать такой вещи, нужно сказать такой вещи. Одну секундочку, я подумаю, как это сделать. Я тоже говорил это на уроках, но тем не менее. Есть известная гемора в трактате Сангедрин, которая говорит, что когда пророк Нехамия в компани, строил второй храм, то как только они построили второй храм, они увидели, что это такое время угодное Всевышнему, что Всевышний дал им построить храм, что можно что-то попросить. И они постились трое суток и попросили Всевышнего убрать Ецар к поклонению идолам, чтобы люди не хотели кланяться идолам. Они постились, молились. Это Аншейк Несса Дагдала, мужи Великого Собрания. И в этот момент из коды же к Дашиме святой от святых выпрыгнул какой-то гур, какой-то зверек, они его поймали, положили в кувшин, запечатали и свинцом и бросили на дно моря. После того, как это произошло, и у людей желание кланяться идолу исчезло, после этого они сказали, что если такой это рацион, если Всевышний так открывается в этом мире, храм убирает с собой Эдезойра, идол, поклонение, стремление к поклонению Эдезойра, Эдезойра никуда не делась, то можно попросить что-то еще. И они обратились ко Всевышнему, чтобы убрать из этого мира Ецар, который называется Райот, запрещенные связи. Им это удалось. Не убрали стремление к запрещенным связям. То есть Тайву. Прошло какое-то время, и через определенный промежуток времени, через трое суток, они увидели, что петух не подходит к курице, муж не подходит к жене, и что мир не может существовать таким образом, нет ни одного оплодотворенного яйца, которое нужно для больного. Все, прекратится жизнь, так жить невозможно. И они вернули этот Ецар на место, за исключением, очень маленьким исключением, который не имеет сейчас значения. Но этот Ецар был вернут, возвращен в исходное положение. И возникает вопрос, то есть не вопрос, это как бы ГРА, это как бы надо увидеть, что имеет в виду эта Гемора. Гемора говорит, что мир не может существовать без Тайвы. Если нету в этом мире Тайвы, то мир не может существовать. Мы привыкли к пониманию, что Тайва, особенно когда Гаон нам, Мишли, ну, уже десяток раз, объяснял, насколько плохо Тайва, она называется Ишазана, женщина-блудница, о которой надо устраниться, самые плохие названия, самые плохие сочетания, Хэмда и Тава, это два вида Ецаргоры, что-то страшное и так далее. Но без Тайвы невозможно жить. Ецаргоры, а войды Зойры можно убрать, мир может существовать без нее. Без Тайвы мир не может существовать. Почему? Объясняет Мефоршем, что без Тайвы человек вообще не может учить Тору. Без изучения Торы мир не может существовать. Если человек не получает кайфа, удовольствия, не балдеет от изучения Торы, то он не может учить Тору. Тора перестанет учиться. Часть митсвы, лишма изучения Торы это получать удовольствие от того, что ты учишь Тору. От того, что тебе что-то понятно, от того, что тебе что-то раскрывается. И что в тот момент, когда это раскрывается и становится ясным, особенно когда ты полдня или день ничего не понимал, пришел в состояние полного отчаяния, захотел выбросить Геморру куда-нибудь подальше, и вдруг, наконец, кто-то объяснил или что-то, и ты, наконец, понял, то такой кайф, который есть от этого изучения Торы, ни с чем другим сравнить невозможно. Если этой тайвы не будет, если этого не произойдет, то Тора не будет учиться. Если не будет учиться Тора, то мир не может лейткаем, мир не может существовать. Поэтому, говорит Гаон, что человек, душа которого, в ней отсутствует тайва, имеется в виду тайва позитивных вещей, тайва к изучению Торы, тайва к заповедям и так далее, то такой человек, его душа беднеет и опустошается, и умножается на ноль. Человек же, который, у него тайва в душе находится, и он стремится к митцвод, обломов наоборот, человек, который стремится к действию, к зарезуту, он весь зарис, он весь стремится к Торе, и к заповедям, то этот человек не только достигает того, что он хотел, но он достигает много большего, и душа богатеет, и становится более широкой, более объемной, и более хорошей. Это то, что говорит Гаон в этом пасуке, как Гаон объясняет этот пасук. Не знаю, можно тут еще какие-то вещи добавить, на самом деле, потому что есть такой Иглайталь. Иглайталь – это книга, я не помню, как зовут Иглайталь, Авнейнезер, имени я не помню, это Шут Авнейнезер, он написал книгу Иглайталь «По Галахот Шаббат». Это такой очень серьезный хасидский пасек Галаха, у которого довольно интересный подход к Толму Торе. Он очень красиво объясняет такими нестандартными объяснениями, на этом держатся многие из его псаков, которые мамыш интересно читать. И вот он пишет, в предисловии книги Иглайталь, он пишет, что человек должен Тору лишма, во имя Торы, лишем шамай, во имя небес. Как любая митсва, которая делается во имя небес, Тору тоже нужно учить во имя небес. И говорит Иглайталь, что многие люди говорят, что когда человек изучает Тору, ему это безумно интересно, он балдеет, торчит, я не знаю, какие слова на русском языке от изучения Тору, он весь кайфует от этого, то это не изучение Тору лишма, потому что он учит Тору, поскольку ему интересно, поскольку ему это нравится. Говорит Иглайталь, что во всех митсвот это можно сказать, кроме изучения Тору. Митсвот, который мне нравится делать, я получаю удовольствие от митсвы, это может быть, есть хиссарон, митсву, лишма. Скорее всего, это так. В изучении Тора наоборот. Гедр, определение Талмуд Тора, это когда человек получает удовольствие от изучения Тора. Это входит в определение заповед Талмуд Тора. Поэтому, человек, который учится, потому что ему интересно и нравится, это и есть изучение Тора лишем шамаем, во имя небес. Потому что это и есть рацион Всевышнего, чтобы у нас была Таева, чтобы у нас было вот это вот удовольствие в изучении Торы. А поскольку Таеву нельзя разделить, нельзя сделать Таеву на что-то позитивное, а всё остальное отменить, то Всевышний вынужден был. Аншейк Несседгдалай это увидели, мы жили в Великого Собрании, и оставили Таеву в этом мире, потому что без Таевы физически мир не может существовать. Поэтому, говорит здесь Шлома Амеллах, это всё перужье агро, который говорит, есть ещё агро в одном месте, но я его рассказывал один раз про двух женщин-блудниц, которые пришли к Шлома Амеллаху, это тоже на эту тему, но сейчас я не буду уже в это входить. Поэтому агро здесь говорит, что душа человека, которая ленится, которая убрала из себя Таеву, у которой нету Таевы к митцвоте, к изучению Тору, это же душа жутко обедневшая, жутко похудевшая и в конце концов уничтоженная. Душа же человека, который стремится к Торе, и вот Таева огромна, то этот человек не только достигает своих желаний, но сама его душа, не только достигает желания души, но душа его расширяется. Это общаят этого пасук алфиагро. Двинемся дальше. Следующий пасук говорит. Пасук номер пять. Праведник ненавидит лживое слово, а нечестивый ведёт себя срамно и позорно. Да. Я читаю, как написано. Говорит Мальбин. Секунду. Вначале прочитаем на иврите. Довар шекер, ясне цадик, слово лжи, возненавидит цадик, вороша и вишвей в их пир. Араша, он будет, ему будет, как он сказал по-русски, я уже забыл, но, в общем, ему это будет неприятно и что? Ну, что-то такое. Вот, смердить будет. Пусть будет так. Теперь прочитаем, как Мальбин переводит это и какие слова он подбирает, потому что, честно говоря, на русском это переводить очень тяжело и работа некоторых мифоршем, в том числе Мальбина, заключается в том, чтобы перевести его как толковый словарь, объяснить, что имел в виду Шламова Мэла. Довар шекер, сне цадик, слово лжи, возненавидит праведник. Махун и ацедик, бануй аль гават имет. Само состояние цедика, праведности, оно построено на любви к истине. Что им етели вово, что если свернется сердце человека и повернется и склонится ко лжи, то это уже не будет действие цадика, потому что он и те мишпад, он склонит мишпад в плохой суд, в плохую сторону. И Шама Лошонгара, если слышится Лошенгора и Рахилут, то есть, если человек слышит Лошенгора и Рахилут, Ваидон Хавирола Хава услышал какой-то Рахилус, услышал какой-то Лошенгора и начал судить своего товарища в сторону Хавы, все это противоположность понятия цедику. Поэтому цадик, который делает цедик, который делает праведность, он ненавидит любую ложь. Но Раша, который делает ровно обратного понятия цадику, он любит ложь, и он любит ложь, лагавишет рехавироши лобифанав. Он хочет, пока рядом с ним нету товарища, он хочет рассказать что-то такое, чтобы товарищ от этого пострадал, чтобы от товарища появился плохой запах. Расскажите, вы знаете, что ровен, тра-та-та-та-та, и так далее, когда его там нету. И наоборот, лагахпир, и при нем он тоже хочет высказать на него всякие сплетни и двор шекер, и рахилут, и лошенгора, и так далее. Есть, который объясняет, что цадик, ровно обратно, что цадик, это тот человек, который заставит плохо пахнуть Рашу, нечестивца, из-за того, что он ненавидит ложь. То есть, когда Раша начнет лгать, а цадик, который ненавидит ложь, он его поймает, на вранье в присутствии других людей, то это будет, приведет к тому, что все увидят, что Раша лжет, он будет стесняться. Из-за этого Раша заранее ненавидит праведника. Это объяснение, которое дает Мальбин. Гаун Мивильна дает очень короткое объяснение, в общем, похожее. Цадик, он не может выдержать понятия лжи. Он не может даже слышать совсем. Раша, он наоборот. Если он слышит какие-то хорошие вещи про человека, про праведника, несмотря на то, что... А, не, неправильно я перевожу. Раша, наоборот, если он слышит, как рассказывает что-то нехорошее про праведника, он знает, что это ложь. Тем не менее, он поспешит тут же пересказать это еще двум-трем знакомым, поскольку ему хочется, лагавиш, сделать плохой запах от праведника. вначале он мавиш, а то вначале он его оскверняет в глазах создания остальных людей и рассказывает всем, что он услышал. После этого, когда он его видит, то он миваеш атомив наирабиум, то он уже, поскольку люди об этом знают, он продолжает его, ливаеш, стыдить его в глазах многих людей. То есть, Раша, он ищет ложь с помощью оружия для того, чтобы сделать какую-то гнусность цадику. Цадик – это человек, который органически не выносит ложь. Здесь даётся несколько нестандартное определение, которое даёт Шлом Амеллах понятию праведник. Шлом Амеллах даёт, а мы обычно привыкли, что праведник это тот человек, который стремится делать митцвод и воюет своей Ецергорой и не даёт Ецергору победить ни в одном сражении. Шлом Амеллах даёт немножко другое определение. Я не говорю, что он спорит с нашим определением, но он даёт новое определение. Он говорит, что понятие цадик это человек, который органически не может переварить понятие лжи. Из-за того, что он не может это делать, то он не может заставить себя обмануть самого себя. Это продолжение того же самого. Он не может обманывать других, но он не может обманывать себя. Я думаю, что мы все с вами знаем, что самый частый обман, который делает человек, он обманывает самого себя, потому что, ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад. Поэтому человек очень легко придумывает для себя какие-то объяснения, почему он не сделает митцву и почему ему необходимо сделать авэйру. Эти объяснения идут сплошь и рядом. Поскольку я потеряю на этом больше и так далее, и так далее, короче говоря, это не очень трудно, не очень нужно сейчас объяснять. Цадик – это человек, который не выносит лжи по отношению к другим, но почему ему дает название праведника? Потому что человек, который начинает, он ведь находится, как мы учили на прошлом уроке, у него постоянная свобода выбора. Он находится на дереве познания добра и зла, которую Зовар определяет, как Илана Тесвека, дерево сомнения. У него есть постоянное сомнение, как себя вести. И человек, который пользуется понятием «эцдатофора» – познания добра и зла, он должен с помощью дата, которая является системой весов, взвесить, что именно сейчас хочет от него Всевышний. И взвесить он должен на правильных, хороших электронных весах, где не будет никакой ошибки. И человек, который делает этот процесс взвешивания, возьмем, знаете, возьмем не электронные весы, для примера, а аналитические весы, которые были когда-то, я не знаю, сегодня есть такие или нет уже, весы, которые с гирьками. Есть две чашки справа и слева, на одну кладется вещь, а на другую кладутся гирьки, и выясняется, что больше, что меньше. На этих весах очень легко себя обмануть, если ты неправильно просчитал, что написано на гирьке. Как бы случайно, как бы не туда посмотрел, подумал и так далее. Так вот, человек, который пользуется понятием дат, он пользуется понятием этих весов, как человек, который цадик, то есть как эмет. Он будет считать всегда правильно и будет знать, что чего стоит и что чего весит. Поэтому он никогда с помощью дата не придет к тому, чтобы себя обмануть. Человек, который шакран, лжец, раша, который любит лгать, то у него обратная ситуация. Поскольку он хочет обмануть самого себя в первую очередь, то он всегда неправильно посмотрит на гирьку каких-то весов или неправильно посмотрит на табло электронных весов, но он неправильно рассчитает, что от него хочет Всевышний. И таким образом он придет к состоянию того, что он раша. Это то, что определяет цадик и раша. Насколько человек любит правду и насколько он переносит ложь, насколько он готов себя обманывать и насколько нет. Теперь, после того, как это происходит, происходит следующее действие. Человек, который уже превратился в рашу, и шекер ему нравится. То понятно, что другого человека, который на тех же весах взвесил и получил другой результат, и поэтому пошел по пути, который называется цадик, он не может любить этого человека. Поэтому он начинает врать про него и рассказывать про него всякие небылицы. И принимать небылицы, которые рассказывают другие. Цадик же даже про раша не может принять слово лжи, поскольку ложь ему органически противопоказана. И это выбор, который был у Адама Решона, который находился в начале, до того, как Адам ел от дерева познания, то Равдейстер объясняет, что у Адама была свобода выбора. Но это была свобода выбора не между тоф и лера, не между хорошо и плохо, а разница между эмет и шекер, между правдой и ложью. И что является правдой, а что ложью, любой человек, это был только Адам. Адам знал на все сто процентов. Ему надо было понять, пойти в сторону эмеса или в сторону шекера. Цадик, которого объясняет нам Шламамеллах, о котором он говорит, это человек, который настолько приблизился к этому уровню, что он с помощью меда дат взвешивает всегда постоянно свои действия и знает, что от него хочет Всевышний. Знает на уровне дат, на уровне хибура, соединения. В такой ситуации ему ложь органически противопоказана и противна, и он не будет лыгать не только себе, но и другим. И видно это в человеке, поскольку очень трудно увидеть, как человек ведет себя по отношению к самому себе. Но как он ведет себя по отношению к другим, это видно сразу же. Поэтому пасук сравнивает его именно в отношении других людей. И это такой общий секун и Мальбима, и Гаона. Двинемся дальше. Шестое предложение говорит. Правда хранит идущего непорочным путем, а нечестие губит грешника. Говорит Шламамеллах. Цдока. Здесь русский перевод перевел слово цдока как правда. Может быть, это правильный перевод, я не знаю. Что такое цдока, мы более или менее знаем. От слова цадик праведность, цдока – это пожертвование, которое дается. Но это и праведность. Она тицор там дерих, вориша тисалев хатаат. Цдока, она спасет человека прямого, покажет ему дорогу. А злоба, расшаидство в состоянии не цдоки, а наоборот, когда человек превращается в расшу, она приведет его к греху, к понятию хатас. Хатас – это один из видов греха, который Раша в переводе не здесь, может быть, здесь тоже, но я не знаю. Раша в переводе на книгу Малохим, слово хэт Раша переводит как изъян, хиссарон, недостаток. Когда Батшева приходит к Давиду Малоху и говорит, что сейчас ты, Давид Малох, состарился, и Данияху занял твой престол, скажи, если ты хочешь, чтобы он властвовал после тебя, то пусть он будет царем, но если нет, то объяви народу, что ты объявляешь Шлома царем, иначе Давид, не дай бог, умрет когда-то, и будет я и мой сын Шлома хатаим, мы будем согрешившие дословно. И объясняет Раша хатаим, хасырим, у нас будет недостаток, у нас заберут царство, изъян, который получится. Так вот, Раша, он его ведут по той дороге, которая приводит к изъяну, дословный перевод, так как Раша объясняет. Теперь посмотрим, как весь этот басук комментирует товарищ Мальбин. Он говорит, «Дздока, она пойдет праведного, прямого человека, укажет ему дорогу, а расшаидство она приведет к изъяну». «Он здесь сделал новую хакбалу, новую параллель», говорит Мальбин, Шлома Малох объявил новую параллель. «Параллель между понятиями там и понятиями хат, между человеком простодушным и человеком, который приводит к греху, грешникам». В «Рашаа негидздока» еще одна параллель, весь этот басук построен как антонимы, первая часть и вторая часть. «Рашаа» – это противоположность «здоки», а «хатас» – это противоположность «таму». Это то, на что обращает внимание Мальбин первым делом. Дальше он говорит, что есть еще одна параллель, а именно Тисалев, извилистая дорога, негид, тацур, негид, прямой против, прямой дороги, которая ведет прямо к цели. Там его дорога у прямого человека, не прямого, там это простой человек, Ешар – это более высокий уровень. Там это простой человек, который не ищет каких-то личных путей, идет по такой стандартной протоптанной дороге, которую Всевышний указал всему народу Израиля, по нему он и идет. Этот человек, путь которого, он томим, он простой, прямолинейный, без изъянов, без мудрствования, по своей природе. И он не уходит к своим таавот, к своим желаниям, к своим хесранот, он не обращает на них внимания. И нет никаких изъянов его дороги, он идет по широкой дороге, так, как надо идти. Что хесарон и хатас, недостатки и хатас – это понятия, которые гефих, противоположности понятия тмимут. Там переводится как простой, и там переводится как цельный, шалэм, цельный человек. Иаков иштам, ешэфа галим, сказано в хумаше. Иаков – человек там, который сидит в шатрах, в шатрах Торы. И вот. Там его дорога никогда не свернет, не может физически свернуть в сторону расшаидства, в сторону нечестивства. Потому что его дорога, тмима бытева, она в своей природе, она тамим, она такая прямая, нормальная, без всяких мудрствований. И он исправляет свою дорогу, соответствуя со своими возможностями думать, рассуждать и так далее. Он выбирает нужный путь, чтобы делать праведность, суд, так, как его Михаев, так, как его обязывает это делать, его разум и его мораль и так далее. Но, тем не менее, всё время, что он не идёт дорогой Тцдоки, а именно дорогой Митцвот, Мальбин переводит Тцдока, как «все Митцвот». Митцвот не «все Митцвот», я неправильно сказал. Дорогой Митцвот между человеком и… А, да, Шен-Бен-Адам-Лумаком. Тцдоку он переводит «Митцву» между человеком и Всевышним, который не обязательно со стороны морали. То есть, есть люди, которые, мораль которых, воспитание которых таково, что делать добро другим людям – это нормальное их состояние. Он понимает, что это просто не мусс, это вежливо, это правильно. Но заповеди между человеком и Всевышним, они не входят в понятие хорошей морали, хорошего воспитания. Это отдельный суд Митцвот, и не мусс, хорошее воспитание этому не помогает. Поэтому человек может свернуть от своего тмимута из-за того, что он не знает, как правильно себя вести, какие Митцвот правильны, какие нет и так далее. Потому что его разум не может судить всё одинаково, что хорошо и что плохо. Человек в состоянии своего разума, он не может, не опираясь на хохму, только на дар, он не может понять, что такое хорошо и что такое плохо, потому что он становится, ну, конечно, не совсем, но близко, как к даре, к определению, которое даёт Маяковский. И этот мальчик любит труд, тыщет книжку пальчик и всё. Но человек должен для того, чтобы выбирать себе дорогу, пользоваться ещё определённой информацией, которая даётся извне. Но цдока, она приводит тама на правильный путь, потому что если он идёт по дорогам цдоки, то она ведёт его в состоянии тмимута, и он будет цадик, который томим. То есть, если человек делает упор не только на своё воспитание и на то, что надо относиться хорошо к людям и выполнять митцвы между человеком и другим человеком, но опирается и на митцвот, который между человеком и Всевышним, я не знаю, талит, тфелин, ну, все митцвот, молитва, шма, все остальные митцвот, шаббат, то тогда эти митцвот называют Мальбим словом цдока, он считает, что это Каванаш Лома Амеллаха. Тогда эта часть митцвот, она приведёт человека к тому, что он будет выбирать самую правильную дорогу и идти по самому правильному пути. И также цдока без тмимута, цдока, когда человек выполняет эти митцвот между человеком и Всевышним, но у него не хватает мимута в заповедях между человеком и другими человеками, то он не уверен в том, что у него никогда не будет никакого препятствия, потому что он делает цдоку лошем пниот хи цениот, он делает цдоку ради внешних проявлений каких-то. И когда найдёт какую-то возможность и плюсы наоборот этой митцве, вдруг ему придут в голову, почему эта митцва сегодня неправильная и так далее, то он уйдёт с правильной дороги. Поэтому нужно, чтобы у человека был и томдерих, и цдока. То есть ему нужно объединить эти две вещи и черты характера, которые становятся вот такими тмимим, что он хочет быть просто идеальным по отношению ко всем, плюс заповеди между человеком и Всевышним. Вот тогда подобный человек получает цдоку дешмами, помощь от Всевышнего, его будут вести по правильной дороге. Шинамар по правильному пути идёт с товарищей. Но Раша, нечестивца, это тисалев хатас. Понятие Раша, она свернёт человека в сторону изъяна, в сторону хат. Человек, у которого есть хатас, то есть хиссарон, то есть изъян, Мальвим идёт по тому пути, который я говорил от имени Раша, то он всё время склоняется в сторону своих таавод. У людей, у которых есть изъяны, то есть изъяны в отношениях между собой и Всевышним, то его таавод, который у него есть, они очень сильно ему мешают. И это гедр-хэт, и это определение понятия хэт. То есть хэт – это хиссарон, который приводит, Мальвим немножко иначе его объясняет, хиссарон, который возникает из-за таивы, которая есть у человека. И тогда будет властвовать его злоба, и он будет его расшаитство, я не знаю, как перевести, его злодейство, но имеется в виду плохое поведение, и он свернёт с правильного пути. Таким образом? Преступная наклонность. Круто. Преступная наклонность. Так вот, получается такая ситуация, что Мальвим объясняет послуг Шламамеллаха, что человек, который томим, он должен совместить две вещи для того, чтобы его не свернуло в другом направлении. Это черты характера, которые называются тмимут, простодушие, желание служить Всевышнему и исполнение митцвод между человеком и Всевышним. Когда эти две вещи объединены, то есть Медот с Ирад Шамаем, я не знаю, как, с желанием служить Всевышнему и исполнение митцвод, то тогда этот человек не склонится с этой дороги. Это нужно две обязательные вещи. Если есть одна из них, то он не муфтах, у него нет обещания, что он не сможет свернуть и пойти по другому пути. Продолжаем и читаем, что говорит на эту тему Шламамеллах. Он говорит, «Дздока тацет там дерек». Дздока укажет человеку таму дорогу. То есть, дздока, она поможет человеку, который идет по дороге, которая называется тмимут. Он приводит кусочки с дгилями, с псалмов, я не буду его читать. Он поможет ему так, чтобы человек не споткнулся и не потерял дорогу. Потому что человек, который там, из-за того, что он идет, бетмимут, он не может, он не хочет, он не в состоянии сделать зло. И он близко очень к тому, чтобы он споткнулся. Почему? Потому что он не знает зла, он с ним не знаком и не умеет устраняться от него. Он не знает, как надо. Техника безопасности не владеет против зла. Поскольку у него не хватает знаний об этом, то очень легко ему споткнуться. Но дздока, который он делает, она будет спасать его, чтобы он не упал и не споткнулся. То есть, Гаон говорит так, что человек, который тамим, наверное, перевод на русском простой человек, это самый правильный перевод, ничего лучшее я не могу придумать. Человек, который тамим, это человек, который органически незнаком со злом. И поскольку ему оно противно, неприятно, то он от него все время устранялся и никогда не знакомился с ним. Он не слышал об этом понятии. Но он знает, что оно есть и все время убегает. Поэтому в определенной одежде зло, которое может ему встретиться на дороге, он просто его не узнает, поскольку незнаком. И в такой ситуации есть опасность того, что он споткнется. Для того, чтобы этого не было, ему нужно понятие дздока. Дздока – это прямая дздока, то есть денежные пожертвования. Дздока – это исполнение митцводбы надам ломаком. И отношение к миру с точки зрения цадика, с точки зрения, что попытки вообще не касаться ничего плохого. И ему обещано некое сито дышмая. Раша – человек, который тянется к озлу. Ему его дорога свернет в сторону хата. То есть, об этом сказано. «Ки кешал таба аваныха» – что ты споткнулся из-за своих грехов. Имеется в виду, из-за того греха, который ты уже сделал с самого начала, это приводит к следующему греху. То есть, жгога – случайная авейра, которую сделал человек, из-за нее он приходит к другим авейрот. И об этом сказана известная фраза «авейра гарер от авейра, митцва гарер от митцва». Авейра влечет за собой другую авейру, а митцва влечет за собой другую митцву. И то же самое здесь. Человек, который сделал какое-то зло изначально, он сворачивает с дороги добра, и это приводит его к изъянам, к кесранот, к хатосу и так далее. И еще одно объяснение. Известно, что «машхе авон бахевлей шафа» – ну, это уже не обязательно. Я хочу просто немножечко леадгиш даже, не знаю, может быть, повторить, но леадгиш, поставить какое-то догеш, поставить какое-то ударение на некоторых вещах. Подчеркнуть. Гагро объясняет, что тздока, который есть у человека, который по природе там, поскольку у этого человека есть опасность, столкнувшись с каким-то злом, не заметить, то схуд, схуд, награда, ну, заслуги того, что он цадик, это ему помогает. Это то, что говорится, что митцва горит от митцва, и митцва спасает от айрот. Есть гемора, которая говорит, что митцва спасает человека во время, когда он делает митцву. Но в другое время митцва не спасает. Митцва закончилась, у него нету ганы, у него нету спасения. Тора спасает человека, как во время, когда он делает митцву, так и во время, когда он не делает митцву. Человек, который, тздока, о которой идет речь, так, как ее объясняет Гагро, которая спасает человека, не дает ему споткнуться об Абейру, поскольку он не привык к этому расширительству и не знает, что это такое, это имеется в виду Тора. Но не только заповедь Талмуд-Тойра. Когда человек учит Тора, она остается снаружи, это дает что-то, я не могу сказать, что ничего не дает. Но Тора, которая спасает, это когда Тора становится частью человека. Особенно Тора Шабальпе, она вообще не может существовать иначе, чем став частью человека. И вот такая Тора, которая становится частью человека, она спасает его, когда он не знает, что ему грозит, и наталкивается на эти вещи, она его защищает от этих вещей. Когда же человек делает Абейру даже в шоке, к случайным способам делает Абейру, то он получает некоторую сиута-дешмая наоборот, помощь от Всевышнего только ровно наоборот, он получает некоторую тенденцию, что у него появится следующая Абейра и так далее. Поэтому человек, который делает Абейру, вернуться к Шубе и оставить путь Абейрот тяжелее с каждым разом. Потому что Абейра дает заряд для его души, который тянет к следующему Абейрот. Это иногда очень хорошо видно, иногда не видно, но, тем не менее, мы сейчас говорим про и Митсвот и Абейрот, который он делает Бешогик случайным образом. Абейра, сделанная Бешогик, влечет за собой новую Абейру, которая будет Бешогик. Митсва и Тора, которые человек учит, они спасают от Абейрот Бешогик по той причине, что это спасение необходимо человеку, который не знаком с тем, что такое Яцергора, поскольку ловушки, которые ставит Яцергора, они хитрые и тяжелые. Вот, я думаю, что на сегодня я закончу. И мы добрались до конца шестого пасука. Всего доброго, до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова